Глава вторая не аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фильетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в славе Петрограда, за его развязный острый язык и за милую щедрость, с которой он сужал братьев-писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни. Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с щавинского пальто. — Пожалуйте, Владимир Иванович, все в сборе с в большом кабинете у Прохора. И толстый, низкостриженный, рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя по обыкновению не в глаза, а поверх лба почетному посетителю. — Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович, пожалуйте-с, все свои-с. Как и всегда, братья-писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать растягай и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма. Здороваясь с репортерами, Щевинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфе с огромной шашки. При виде его Щевинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путанной, бесшабашной компании пропадали по целым неделям тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафе-шантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий. Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом. — Штабс-капитан Рыбников! Очень приятно! Вы тоже писатель? Очень-очень приятно! Уважаю пишущую братью! Печать — шестая великая держава! Что, неправда? При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щевинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела. — Где я его видел? — мелькнула у Щевинского беспокойная мысль. — Удивительно кого-то напоминает. Кого? Здесь, в кабинете, были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера, колдубцев, ряшкин и попов. Их никогда не видали иначе, как вместе. Даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямп. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка Матаня, под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего филетончики по камерам мировых судей, говорили в виде дружеской шутки «Свищев — крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двунадесятые праздники. Были и другие, не менее крупные имена — специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов. Длинный вихрястый угреватый Матаня сказал «Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А пока мест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага». «Ну-с, генерал, валяйте дальше!» Офицер прокашлялся и сплюнул в бок на пол. «Хам!» — подумал Щевинский, поморщившись. «Русский солдат! Это, брат, не фунт изюму!» — воскликнул хрипло Рыбников, громовая шашкой. «Чудо богатыри, как говорил бессмертный Суворов! Что, неправду я говорю? Одним словом, но скажу вам откровенно, начальство наше на Востоке не годится ни к чёрту! Знаете известную нашу поговорку? Каков поп, таков и приход! Что, неверно? Воруют, играют в карты, завели любовниц! А ведь известно, где чёрт не поможет, бабу пошлёт!» «Вы, генерал, что-то о съёмках начали!» — напомнил Матане. «А, о съёмках! Мерси! Голова у меня... Дер... Болызнул я сегодня!» — Рыбников метнул быстрый и острый взгляд на Щевинского. «Да, так вот-с! Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогностировку. Берёт он с собой ввод казаков, лихое войско, чёрт его побери! Что, неправда?» Берёт он переводчика и едет. Попадает в деревню. Как название, переводчик молчит. «А ну-ка, ребятушки!» — казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит «Бутунду». А «Бутунду» по-китайски значит «не понимаю». «Ага!» — заговорил сукин сын. И полковник пишет на кроки. «Деревня Бутунду». Опять едут, опять деревня. Название? Бутунду. Как ещё Бутунду? Бутунду. Полковник опять пишет Бутунду. Так он десять деревень назвал Бутунду. И вышел он, как у Чехова, хоть, «ты, — говорит, — Иванов седьмой, а всё-таки дурак». «А-а-а! Вы знаете Чехова?» — спросил Щевинский. «Какого Чехова?» «Антошу?» «Ещё бы, чёрт побери! Друзья! Пили мы с ним здорово! Хоть ты, — говорит, — и седьмой, а всё-таки дурак». «Вы с ним там на востоке виделись?» — быстро спросил Щевинский. «Как же! Обязательно на востоке. Мы, брат, бывало с Антоном Петровичем, хоть ты седьмой, а...» Пока он говорил, Щевинский внимательно наблюдал за ним. Всё у него было обычное, чисто армейское. Голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щевинскому приходилось видеть сотни таких забулдык капитанов, как он. Также они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, также вздёргивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щёлкали воображаемыми шпорами. Но было в нём и что-то совсем особенное, затаённое, чего Щевинский никогда не видал и не мог определить. Какая-то внутренняя напряжённая нервная сила. Было похоже на то, что Щевинский и вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах непринуждённо и ясно, изящным языком. Но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходки со стороны штабс-капитана. В лице его поражало Щевинского то разное впечатление, которое производили его фаз и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо, маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие жёсткие чёрные волосы в усах и на бородёнке, голова коротко остриженная с сильной проседью, тон лица тёмно-жёлтый от загара. Но, поворачиваясь лицом к Щевинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе чёрных бровей, идущих от переносия к верху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица, злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а ещё вернее, лица принадлежащего существу с другой планеты. «Точно я его во сне видел», — подумал Щевинский. Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок. Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко. «Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно!» «Я!» — он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. «Я! Штабс-капитан Рыбников! Рыбников! Православный русский воин! Не считая, бьёт врагов! Такая есть солдатская русская песня! Что, неверно?» Колдубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно. «И не считаясь, сдаётся в плен!» Рыбников быстро бросил взгляд на Колдубцева, и Щевинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные жёлто-зелёные огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развёл руками и звонко хлопнул себя поляшком. «Ничего не поделаешь, божья воля! Недаром, говорится в пословице, нашла коса на камень. Что, неверно?» Он обратился вдруг к Щевинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадёжный звук. «Мы все авось да кое-как да как-нибудь тяп-да-ляп! К местности не умеем применяться! Снаряды не подходят к калибрам орудий! Люди на позициях по четверо суток не едят! А японцы, чёрт бы их, побрал, работают как машины! Макаки! А на их стороне цивилизации, чёрт бы их, брал! Что, неверно я говорю?» «Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят?» — спросил Щевинский. У Рыбникова опять задёргались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щевинский. Во всё время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дёргались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы. «Кто знает!» — воскликнул штабс-капитан. — «Один бог! Без бога не до порога, как говорится! Что, неверно? Компания ещё не кончена! Всё впереди! Русский солдат привык к победам! Вспомните Полтаву! Незабвенного Суворова! А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона! Велик бог земли русской! Что?» Он заговорил, а углы его губ дёргались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий и жёлтый блеск играл в его глазах под чёрными суровыми бровями. Щевинскому принесли в это время кофе. «Не хотите ли рюмочку коньяку?» — предложил он штабс-капитану. Рыбников опять слегка похлопал его по колену. «Нет, спасибо, голубчик! Я сегодня чёрт знает сколько выпил! Башка трещит! С утра, чёрт возьми, наклюкался! Веселье Руси есть пити! Что, неправда?» — воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом. «Притворяется», — подумал Щевинский. Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана. «Может быть, пиво? Красного вина?» «Нет, покорно благодарю! И так пьян! Гран-мерси!» «Сельтерской воды?» Штабс-капитан оживился. «Ах, да, да! Вот именно, именно сельтерской! Стаканчик не откажусь!» Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда. «Притворяется», — опять подумал Щевинский. «Что за диковинный человек? Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян». «Жара, черт ее, побери!» — сказал Рыбников хрипло. «Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься». «Нет ничего, мы привыкли», — пробурчал Ряшкин. «А нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны?» — спросил Рыбников. «Эх, господа!» — воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. «Сколько бы я мог вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите! Вы только пишите! Так и заглавьте воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны!» «Нет, вы не думайте, я без денег! Я за даром! За даром! Как вы думаете, господа писатели?» «Что ж, это можно», — вяло отозвался Матане. «Как-нибудь устроим вам интервьюшку». «Позлушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?» «Нет ничего. А разве что есть?» «Рассказывают что-то невозможное». Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. «Эй, патологический случай, расскажи Щевинскому». Патологический случай — человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом сказал в нос. «Я не могу, Владимир Иванович, ручаться, но источник как будто достоверный. В штабе ходит теплый слух, что большая часть нашей эскадры сдалась без боя, что будто бы батросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг, чуть ли не двадцать судов». «Это действительно ужасно», — тихо произнес Щевинский. «Может быть, еще не правда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды». Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета славы Петрограда, чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью. Носатся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться, что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов. «Я слышал, что главнокомандующий повесил пятьдесят сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер». Щевинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились. Точно он повторял про себя каждое слово. «Господи, да кого же, наконец, он напоминает!» — в десятый раз с нетерпением подумал филейтонист. Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству, притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабском питании, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным. Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением покрутил головой. «Ужасное известие! Вы верите? Что? Если даже и правда! Не надо отчаиваться! Знаете, как мы русские говорим! Бог не выдаст, свинья не съест! То есть я хочу сказать, что свинья — это, конечно, японцы!» Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щевинского, и в его рыжих звериных глазах филейтонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти. В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера. «А-а-а, японская морда! Ты еще здесь?» сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом. «Поговори у меня еще!» И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок. «Японец!» — подумал с жутким любопытством Щевинский. «Вот он на кого похож!» Ищевинский сказал протяжно с многозначительной вескостью. «Однако вы фрукт, господин штабс-капитан!» «Я-а!» — закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились. «Я штабс-капитан Рыбников!» Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди. «Мое русское сердце болит! Позвольте пожать вашу правую руку! Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу! Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу!» Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны. «Ну вас бросьте, штабс-капитан! Верим!» — сказал морщищевинский. Но тем не менее из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико. В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане. «Это для вас, Владимир Иванович, — сказал Матане, разорвав конверт. — Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на Зенита. Я вам во вторник отдам». «Поедемте со мной набега, — капитан предложил Щевинский. — Куда? Набега? С моим удовольствием!» — Рыбников шумно встал и прокинув стул. «Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй к чертовой матери! Хе-хе! Вот каков! Что, не правда?» Когда они уже сидели на извозчике и ехали по кабинетной улице, Щевинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно. «Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я, Вандербильд. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше, чем в чине полковника. И теперь военный агент в России». Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло с новым пьяным восторгом. «Значит, мы с вами захутили. Люблю, чёрт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей. Славный народ! Здорово пьют и знают жизнь насквозь. Веселее Руси есть пити, а я, брат, здорово с утра дерябну». Продолжение следует...